Торжественное Дню Энергетика в обособленном подразделении АРС началось с выступления вице-президента НЭК-энергатом Владимира Максимовича Пышного. Он зачитал поздравительный адрес от президента НЭК и от себя добавил, что благодарен работникам АРС за то, что они быстро и на 80% самостоятельно выполнили ремонтные работы после технической аварии на Хмельницкой АЭС в августе. Вчора была делегація наших китайских коллег, працівників Таньвайской станции и Харьбинских заводов электромеханического и турбинного. Вони ездили на Хмельницкую станцию, увидели, какую работу робить наш персонал АТОМ Ремонт Сириса. И спросили персоналу, а когда начали, и сколько уже сделали. Вчора они мне сказали, что такой коллектив, как у вас на этой работе, мы еще такого не видели, даже у нас в Китае. Поэтому, шановні працівники АТОМ Ремонт Сириса, ви справжні люди, ви справжні специалисти, профессионали. Знам енергетика на всіх! С праздником вас! А после этого вручил награды. Нагрудным знаком почетный працівник АТОМ на енергетике ДПН «АЭК-Энергоатом» награжден Подьячев Владимир Вячеславович. Нагрудным знаком Ведминник АТОМ на енергетике награжден Косаренко Дмитрий Николаевич. И Белозеров Сергей Робертович. Відзнакою за вагомы в Незаку розвиток атомной енергетики Украины награжден Касперович Игорь Леонидович. А также Полешко Иван Владимирович. Почетную грамоту получил Зеслер Андрей Давидович. Грамотой награжден Забетченко Павел Александрович. И письма благодарности получили Курилев Андрей Викторович и Гладырь Виктор Иванович. Благодарил за работу и поздравил с праздником и мэр города Фомичев. Арс – это профессионалы. А профессионалы – это большая ответственность. И ответственность, и профессионализм – он пометный не только в победе. Когда все классно в тебе, когда ты вперед у всех. А вот он очень пометный, когда в тебе возникают проблемы. Сьогодні згадали проблемную ситуацию, я ее так назву, з вашего дозволу на комиссию. И справді профессиональный подход. А я видел, как нервует керевник предприятия. Как переживает коллектив за все это. Но не остановились. И сказали, давайте комиссия решит, суд все решит. А мы ждем. Мы ждем, а все стоит. Нет. Впряглись и победим. А дальше традиционные грамоты от мэра. Директор Арса традиционно волновался, но собрался и подвел коротко итоги работы коллектива. Сказать, что трудный был год, наверное, трудный. Как и каждый год, который мы знаем, что трудный. Время немножко, конечно, привыкает. Сказать, что труднее прошлых, я бы не сказал. Самое главное, что с теми задачами, которые нам были в течение года поручены, те проекты, те усилия, которые мы должны были приложить, мы это сделали. Коллеги, я безумно горжусь нашим коллективом. На всех уровнях и везде. Я знаю, что только ту работу, которую делает Татар Римон-Севрис, никто в компании, не говоря о Украине, не сделает. Только тем единым коллективом, которым мы есть, мы делаем ту задачу, которую нам поставлено сделано. И тот, как сегодня Владимир Максимович вспомнил, статар немножко дал. Первые сутки было сложно. Я говорю, откровенно, и по себе, и по руководству, и по всем остальным. Почему это произошло, это пускай действительно разбирается. У нас была задача сделать. Я смотрел в глаза того персонала ЦРЭТа, который говорит, так как же, вроде бы мы нехорошо сделали. Я говорю, вы сделали все хорошо. Делать то же самое и бояться. Но перебороли. И то, что мы сделали на сегодняшний день, это заслуга всего коллектива. Самое главное, я считаю, в этом сложное время, это наша защищенность социальная. Мы должны платить достойную зарплату нам, всем нам, включая наш персонал. Я думаю, это получилось. Средняя заработная плата в этом году, около 30% у нас подъем доходной части за 2019 год. Планы на 2020 год, Иван Иванович подтвердит, не ниже стандарты. На отбавку заразной характер с 1 января мы сделали 375 гривен. То есть персонал каждый, который находится месяцами в командировке, понимает, эквивалент, нормальную заработную плату достойную. Оклад на оздоровление, все это остается. Суды на жилье, все это остается. Это то самое главное, что у нас есть. Чтобы дать сначала людям все, что мы должны достойно платить за нашу работу, а потом, соответственно, выполнять достойную работу. Так что в этот день хотелось бы пожелать еще прежде всего вам, коллеги, здоровья. Здоровья и душевного тепла. Жесткий мир немножко нас начинает делать черствыми, нельзя ему поддаваться. Всегда улыбайтесь, ставайтесь друг другу добрыми, толерантными. Это как минимум. С планами профсоюзов на 2020 год поделился Иван Иванович Лавриченко. Президент компании сказал, что мы ничего менять не будем. Минус. Поэтому социалка остается социалкой. Те направления, которые у нас есть по коллективному договору, мы будем выполнять. После утверждения тарифа и подписания ФИД-плана по итогам первого квартала мы будем пересматривать фонд оплаты труда на 2020 год. Работает, будет введена медицинская страховка с 1 января. Тут все специалисты работают, есть ответственные по цехам, поэтому идет работа. Тут питаний нема. Что хочется сказать? Хочется сказать вам большое спасибо за работу. Те задачи, которые стоят под профсоюзным комитетом, администрацией, мы постараемся их в 2020 году выполнять. Поэтому спасибо за работу еще раз. Здоровья вам и удачи. И чтобы эти два понятия здоровья и удачи никогда не разъединялись, чтобы они были в совокупности. Остальное мы купим, если будет хорошая заработная оплата. И традиционные грамоты от руководства и профсоюза вручали вместе. Правда, из 33 награжденных награду получили только 15. Остальные – командировки. Наградили и директора Арсад Украинского ядерного общества. А в финале традиционная благодарность и поздравление от воспитанников и воспитателей Центра защиты детей. В финале директор Арса еще раз поздравил сотрудников Атомремонтсервиса с Днем Энергетика. Развиваться нам есть куда. Проектов, которые реализуются десятки в головах, еще десятки и десятки. Я думаю, все у нас получится. Развитие – это жизнь. И мы действительно развиваемся. Кстати, не знаю, не каждое предприятие, да, ненамного, но в этом году наша штатная численность увеличена на 8 инженеров, технических работников, персоналов. Все будут понимать, что это тоже достижение, мелкими шажошками. А это наш город, наши налоги. Мы все любим город Славутич. Я бы хотел, чтобы он жил. А наша работа – это хорошее подспорье городу для развития и в виде налогов, и в виде своей активности, как и самих жителей города. Так что еще раз – с наступающим вас праздником! Счастья, здоровья, радости! АПЛОДИСМЕНТЫ